Рецепт бисквитного полуфабриката Не нужно выстаиваться для того, чтобы его разрезать, чтобы он не крошился Этот бисквит идет уже готовыми коржами Из которого можно собрать торт, не разрезая его И еще, чем он хорош, тем, что его можно сделать любого размера Если у вас, допустим, такой вот стационарный листик Стандартный листик для духовки Вы можете сделать его на весь лист, на половину Или же вырезать любую форму потом из этого коржа Допустим, или сердечко, или ромбик, овал В общем, форма любая, которая вам понадобится Итак, что понадобится Я даю рецепт на один корж И даю рецепт такой, что из этого коржа можно скрутить и рулет То есть, не толстый, не высокий Так, для одного коржа мне понадобится 3 яйца Я сразу отделила белок от желтка И причем отделить нужно очень аккуратно, чтобы ни капелька желтка не попала в белок Если попадает какой-то жир в белок, он не набивается в густую пену И так как в бисквит не идут никакие рыхлители А его поднимает именно тот кислород, который содержится в набитом белке Вот, старайтесь, чтобы жир в белок не попал Чтобы бисквит у вас был пышный и мягкий В общем, понадобится еще 2 третьих стакана сахара и 2 третьих стакана муки Я взяла специально стаканы самые обычные, чтобы вам было понятно Это стакан 250 мл в нем Самый обычный советский стакан Вот по 2 третьих муки и сахара Так, прерывать процесс я не буду Я включаю миксер, набиваю белок в густую пену И добавляю сахар Вот этот вот сахар добавляется в 6-7 приемов Стараться нужно разбить сахар до полного его растворения Тогда бисквит будет хороший Без точечек сверху, которые оставляют неразбитый сахар И более пышный Без точечек сверху, которые оставляют неразбитый сахар Вот вы видите, уже густая красивая пена Уже остается даже на ней рисунок Взбивала ее ровно 2 минуты Теперь начинаю добавлять сахар Маленькими порциями Со 6-7 приемов Что будет с белком, если сразу высыпать весь сахар? Он просто не поднимется Белок не выдержит сахар, эту тяжесть И будет плотным, низким И бисквит у вас, конечно, не получится Ну вот, теперь начинаю добивать белок вместе с сахаром Здесь только что бился один белок Вarium Вянее плюс Вяні прямая Продолжение следует... 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 И получится очень хороший рулет. Я думаю, после этого видео вам легко будет приготовить бисквитное тесто. Готовится оно очень быстро, оно очень вкусное. Его можно перемазывать кремом. Можно просто такое тесто залить в форму для кекса и выпечь. Можно его разнообразить изюмом, какао. И смотрите, как быстро и вкусно. Вот так вот готовится этот полуфабрикат. Который очень хорошо подходит для приготовления тортика, рулета, пирожного. Вы помните, пирожные пенечки, с него можно приготовить и такое пирожное, и нарезное. Вот и все. Ставлю я теперь его выпекать. Вот такой получился бисквит. Выпекался он у меня 13 минут при температуре 200 градусов. Должен быть он такого желтенького цвета, не темный, такой светло-желтый. Единственное, что сейчас нужно сделать, это снять по краешкам бумагу. Потому что потом будет это сделать сложно. И дать ему полностью остыть. Так, ну вот, бисквит остыл. Осталось только снять с него бумагу. Это сделать просто. Видите, донышко тоже хорошо пропеклось. Вот такой вот красивый и, смотрите, мягкий бисквит получается. Из такого бисквита можно приготовить рулет, закрутить его. Можно приготовить пирожные. И также можно сделать торт. Так что, я думаю, видео очень понятно, как готовить. Должно у вас все получиться. Смотрите, спрашивайте, подписывайтесь на канал. Всем пока, всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok